Всем привет друзья, с вами Атопчик и сегодня мы вместе с вами продолжаем изучать работу такого хостинга Майнкрафт серверов как Атернос. Что же, перед началом данного ролика я как всегда хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Ну а мы с вами приступаем. Вот мы с вами уже и оказались на страничке хостинга Атернос, давайте нажмем кнопочку играть, а зайдем на наш тестовый сервер, который мы создавали во многом количестве предыдущих роликов, и далее перейдем во вкладочку доступ. Это первый уровень доступа. Что же такое доступ именно на странице сайта Атернос? Дело в том, что мы с вами, кроме того, что вот у нас есть наш аккаунт, можем зарегистрировать еще один аккаунт. Наши друзья могут зарегистрироваться на этом аккаунте, и мы можем дать им доступ к нашему аккаунту. Например, 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 я введу сюда Атопчик и нажму добавить. Нам напишут то, что пользователь не найден. Потому что такого пользователя именно зарегистрировано на Атерносе, нету. Это не ник в игре. Если я введу сюда Атопчик. Лэй. То у нас с вами находится такой игрок, и соответственно у нас спрашивается, какие же разрешения мы предоставим именно этому пользователю. Давайте пройдемся по этим разрешениям. Запустить сервер. Понятное дело, когда этот пользователь будет заходить на страничку нашего сервера на Атерносе, он сможет запустить наш сервер. Остановить и перезапустить, соответственно все тоже самое. Настройки. Пользователь сможет настраивать наш сервер, а именно у него будет вот эта вот вкладочка. Игроки. Этот пользователь сможет добавлять и убирать операторов, банить игроков, кикать игроков, банить по IP и разбанивать соответственно игроков Резервные копии Этот пользователь сможет подключить резервное копирование к своему Google диску с нашего сервера, чтобы если что создавать точки отката Переустановить сервер Удаление всего что есть на сервере и запуск его по новой Файлы Это вот эта вот кнопочка Он сможет по сути получить просто более расширенную версию управления нашим с вами сервером Он сможет получить управление над плагинами и собственно всем остальным Плагины моды Он сможет добавлять или удалять конкретные плагины или моды Поделиться доступом Он сможет делать то же самое что делаем мы с вами сейчас Далее Он сможет пользоваться консолью Он сможет подключать или отключать домены Он сможет менять миры, удалять и добавлять их Он сможет менять ядро сервера, а также он сможет просматривать журнал Как только мы настроили все доступы, которые нужны нашему игроку Например, давайте дадим нашему пользователю от опчикплей разрешение только на запуск нашего сервера И нажимаем сохранить Все, соответственно этот пользователь у нас имеет доступ к нашему серверу на Атернете Но вы спросите, а какой же второй вариант доступа А второй вариант доступа мы с вами уже, друзья, рассматривали в предыдущих роликах Это просто мы можем дать игроку оператора Например, во вкладке игроки у нас есть четыре кнопочки Давайте их рассмотрим Белый список Что же такое белый список? Дело в том, что вот здесь во вкладке настройки есть кнопочка белый список В этот белый список мы с вами можем добавить все ники пользователей, которые смогут зайти на наш сервер И если вот там вот сзади у нас включена эта кнопочка в настройках То только эти игроки смогут зайти на сервер Операторы Это игроки, которые имеют полный доступ над сервером непосредственно в самой игре То есть они могут менять, грубо говоря, свой режим игры Получить креатив и давать себе ресурс использовать различные команды Далее Заблокированы игроки Вопросов нет Это команда слэш бан Далее Заблокированы IP адреса Это команда бан IP Если что, не пытайтесь ввести это сюда Сюда мы вводим только IP адрес непосредственно какого-нибудь игрока Которому не надо давать доступ к нашему серверу Ну и соответственно всё мы рассмотрели Если вам нужно убрать оператора, мы можем нажать тут на кнопочку удалить оператора Или же ввести команду DOP в консоли Или же в чате самого сервера Что ж друзья, а на этом я думаю то, что наш с вами ролик завершён Если он вам понравился и вы хотите больше таких роликов, то не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, а также тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики Также друзья, не забывайте заходить на наш сайт отопчик.ру Потому что начиная с предыдущего ролика На самой странице YouTube канала не будет видно Какой же ролик выйдет в какую дату Сейчас примерно за неделю, может за две Иногда за месяц до выхода ролика Эта информация присутствует на странице моего канала Написано то, что вот такого числа будет премьера Теперь доступ к этим самым премьерам будет доступен только с моего сайта отопчик.ру А на страничке YouTube вы этого не увидите Поэтому обязательно приходите на сайт отопчик.ру Что ж друзья, на этом я с вами конечно же не прощаюсь Скоро увидимся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok